Детское радио представляет Сказки народов мира Истории мудрой львицы Африканские сказки Нигерия Жила-была львица Грифы-антилопы, крокодилы и бегемоты, гориллы и попугаи, жирафы и слоны уважали её И не было во всей Африке никого сильнее и мудрее этой львицы Глубокие реки и жаркие саванны, высокие города влажные в джунгли Рассказывали ей свои истории обо всём, что видели и слышали А она нам Вот одна из этих историй О принце-выдумщике и его бабушке Жил-был один принц, и звали его Акин И был он искусный охотник На целый день уходил он из дома, где жил вместе с отцом и матерью, королём и королевой Король, хоть и слыл мудрым и добрым правителем, с сыном, напротив, был всегда строг В Нигерии разговаривают на множестве языков Сегодня я вас познакомлю с языком хауса Отец на языке хауса звучит вот так Баба или уба Однажды Акин по обыкновению отправился с утра на охоту В этот день удача ему особенно улыбнулась Он смог догнать быструю антилопу Оставив добычу, Акин тут же побежал домой похвастаться перед друзьями Да только когда они вернулись за его охотничьим трофеем Вместо антилопы обнаружили лишь кучу мусора, из которой торчали две палки Ну и рога у твоей антилопы, рассмеялись друзья Акина, увидев это Да и сама она какая-то пыльная Принцу было очень обидно, ведь он никогда не врал В тот день так ему никто и не поверил И только бабушка, которая любила Акина, сказала ему Внук мой, я верю, что ты говоришь правду Слово «внук» на языке хауса звучит вот так На следующий день Акин снова отправился на охоту И удача снова ему улыбнулась Он добыл буйвола, такого огромного, что даже не смог пройти с добычей ни метра Делать было нечего, пришлось снова звать друзей на помощь Но вместо буйвола на земле лежала лишь куча старых тряпок Акин едва мог сдержать слезы, ведь он был лучшим охотником И все знали это На языке хауса слово «охотник» звучит вот так На языке хауса есть пословица про охотников Что переводится как «Настоящий охотник не любит шума» Врун, врун послышалось отовсюду Выдумал какого-то буйвола, чтобы посмеяться над нами А еще принц Отец-король страшно разозлился Он кричал на Акина так, что слышно было на другом конце города Не может сын короля быть лгуном «Хоть ты мне веришь?» Спросил, утирая слезы Акин бабушку «Конечно, Акин, я думаю, кто-то просто решил посмеяться над тобой» «И кто же?» — схлепнул принц «Отправляйся на охоту, но добычу не оставляй без присмотра Спрячься хорошенько, да и жди темноты» — посоветовала бабушка Так Акин и сделал В этот раз попался ему кабан-бородавочник И, оставив его, спрятался Акин неподалеку за раскидистым деревом Как только стемнело, с запада показались чужаки «Славная добыча!» — сказал один из них «Сегодня кабан, вчера буйвол, позавчера антилопа» «Вот кто воровал мою добычу!» — подумал принц И едва не выпрыгнул из кустов, чтобы наказать обидчиков Как услышал «Если здесь такой богатый край, может и люди тоже не бедные» — сказал второй «А вот завтра нападем на город» — сказал третий «И узнаем» «Акин понял, что его родной дом в опасности» «Но как сказать об этом? Ведь ему снова никто не поверит» Принц вернулся к отцу и рассказал ему о чужаках, но тот только покачал головой И лишь бабушке удалось его убедить «Хорошо», — сказал король «Я отдам приказ усилить охрану и спрятать жителей» На следующий день бандитов поймали И принц Акин стал героем города А король понял, как важно верить собственному сыну Даже если всем вокруг кажется, что он говорит неправду Повторяем, запоминаем Сегодня мы узнали несколько новых слов на языке хауса Отец — баба или уба Внук — джикан Охотник — дама фараучи Сказки народов мира Истории мудрой львицы Африканские сказки Нигерия